Вот доходы мы в портале закроем, а дальше мы закроем, потому что косить не дали. Вот это договоры на праве останется до осени. Почему? Потому что так предписывает закон. И мы, как собственники этой территории, будем его защищать. Три заявления в полицию я написал, напишу из чего. Фотографии привозят. Закон на нашей стороне. А что вы снимаете-то? Кто вам давал право снимать-то вообще? Нет, существует. Объяснил, кто давал право. В интернет выставляй. И в интернет дает право установить. Ну что вам не дает право в интернет выставлять? Получать информацию. Распространять информацию. Сейчас согласия дадут, спасибо. Нет. Неправо мы будем у вас согласить. Сейчас вы, как должностное лицо, отвечаете за свои обязанности, которые не выполняете, как мы видим, вообще. Надо так понимать, что деньги за эти все работы, которые там на трехсот страницах записаны, вы получаете стабильный, постоянно. Я имею в виду жилищника. Я имею в виду жилищника. Вы жилищники работаете. Он со мной не делится. Я получаю свою зарплату. За выполнение обязанностей своих, правильно? Только мы их не видим в выполнении. Вообще не видим. Прошу прощения, просто мы постоянно дергаем, поэтому отвлекаюсь. Александр Николаевич, я готов. Александр Николаевич, мы по вашим основным вопросам прошли, которые были у вас вчера на встрече с главой. Правильно я понимаю? Нет. Что осталось? Мы не видели внутри сейчас асфальтовое покрытие, которое вообще... Хорошо, тогда сейчас мы куда-нибудь разбираемся. С этим у нас нет вопросов. Оно останется, как положено по закону. И этот вопрос, на этот вопрос я вам пойду ответить. Потому что у нас есть замечания по этой территории. Соответственно, мы должны уточнить возможность сохранения или несохранения, поэтому вы говорите, что... У нас другого выхода, кроме как исполнить закон, нет. Правильно. Совершенно верно. Все действия будут у нас в рамках закона. То же самое, вот та территория. Природный комплекс 84. То, что я вам говорю, в Шалкевиче говорила. Это природная территория. Там вот такой луговой разнотравец. Скосили еще раньше. Скосили и на мусорку вывезли в контейнер. Это просто преступление. Так, да, ты. Скажите. У меня там был. У нас сайте будет, как я подавлю. Ну, я сейчас вам покажу. Нет, нет, у нас все есть. Потому что сейчас она привыкла. Не надо. Нет, мы 3-1 скинули с вами. То, что должно здесь делаться, не делается. Вот здесь человек у нас посадил каштан. За ним никто не ухаживает. Не копали, не очистили, ни разу не подкормили, не полили. Жарко было. А вот это все, пожалуйста, дебила поставить стримером и все. И в мусор. А потом живите, как хотите. Помирайте. Пойдемте, другие вопросы. По парку тоже себе пометочку поставьте, что его стасили и уничтожили. Все вот это луговой разнотравят. А уничтожили. На всей территории парка. Железного комплекса. 84 он не держит. По документам. Нам не дают паспорта вот этого. Доброустройство. Откуда у нас тут похожи на газонный диаметр. Которые надо кашить. Галина Борисовна, в какой срок вы устраните те замечания, которые мы вывели в ходе отхода? В какой день вы не вывели? В четверг, 21-го. Четверг? Вот это сделаем сегодня. Сегодня до конца дня, чтобы все то безобразие, которое... Нет, это мы сейчас все выгребем. Это мы увидели, чтобы, соответственно, этого ничего уже больше не было. Нет, нет. Это первое. Второе. Здесь ваш личный контроль. Я буду приведить четверг. Сюда сдвижать. По утрам проверять наличие дворников и состояние санитарно-полегающей дома территории. Ну, я увижу, как они работают. Если они не справляются, значит, выгоняются. И они и так уже планируются. Ну, значит, ты... Не с кем работать. Ну, а что? А до кого такая работа нужна? Нет, мы просто с утра дерево убирали. У меня дерево упало. Не надо мне рассказывать. Все, я вам не рассказываю. Все, все. Я вам делаю замечания. Все, я принимаю ваше замечание. Все, все. Если ты хочешь... Блески вообще никогда не будут. Вот это должно быть обрезано. Это же проезжая часть. Вот она до середины вырастет. Я гораздо тоже вырастет. Боюсь, в этом году вообще не красить. И не подлезть. Вот она. Ну, это разве где-то есть благоустройство тут? Плюс, вот посмотрите сейчас уродство. Что у нас учудили по просьбе кого-то с портала. Вот это что такое? Клумбы, огораживали. Что это вообще такое? Вот эти буршные бортовые камни притащили откуда-то вот 22-3, наверное. Или откуда-то с той стороны. И как их поставили? Просто в землю воткнули и все. Если ставится бортовой камень и огораживается земля, ну, наверное, подразумевается, что машина паркуется, и потом он устанавливается по техническому заданию на бетон. Ну что, ну что так? Вообще смысл вот этого зачем? Чтобы у дерева земли больше было, ну, давайте сделаем вдоль вот так. Больше, больше. Ну, мы лишились парковок, и вот это безобразие получили. Наверное, кто за это деньги получил уши. Забушный вот этот бортовой неправильно подставленный. Смысл есть? Динец нет, и пользы нет никакой. Одно мучение нам. Вот машина так должна вставать. Ну, здесь точно нужно было бы быть решением. Ну, а что? Тут надо и дерево сохранить, и пошли сохранить. Да все, вот оно против. Вот эту всю полоску возьмите и освободите. Площадься будет так же для питания кармейка. Вот так сюда до конца. Не выпирайте сюда. И этот край, даже вообще с трех сторон, положите его лежа. Это допускается. Здесь надо, чтобы еще и грунт не уходил. Если его лежа положить... А он будет в грунт смываться. Грунт будет смываться. Грунт он будет на уровне бордера. Он сейчас осядет на уровне бордера. Это сейчас его накидали? Ну, я думаю, что его когда накидали, он уже вообще был под бордюр. Там все было полностью. Там ковырнет, там щебенка. Там не щебенка. Ну, подождите, пусть он ковырнет. Там земля. Щебенка там. Так, пойдемте. Щебенка. А здесь вообще, видите, это колодец. Какая там щебенка? Колодец не мешает никак. Там внутри трещины вот так, отхватит подрезковка. Здесь с плосеньком. Заплаты налепили. Лопатой приклопали. Таких народу ничего не сделали. Заплату мы заплатили. Я видел, как в других домах делали. Там фреза проходила с плосеньком. Вот этот шок старого нового, он обязательно проливается битами. То есть туда влажный попадал и не отрывал. У нас здесь нет вообще ни одного нормального. Вот. Вода попала и начинает отрывать его, когда замерзает. Там вообще, вон, бортового камня нет уже 3 года. Вот это наша знаменитая ракушка. Вчера я вопрос задавал. Гепартамент нам отвечает. Селы не выделяли. Стоит не за пленкой. Нам вчера, кажется, ответил на этот вопрос. Если нас спрашивали. Ответа я не получил. То, что была такая комиссия, ну, это ее может тот какой-то шлонгер вызвать. У нас же землей занимается ДГИ. Она ответила, землеотвода нет. Если нет землеотвода, нет и ракушки. Остальное все незаконно. Плюс, видите, как она стоит? Вместо того, чтобы вот этот ряд продлить, ну, я понял. И потом механическим трактором чистить, у нас получается бардак. Вот до сюда должны машины стоять нормально. И этот ряд до конца. Территория чья? Территория половина наша, половина не наша. Вы знаете об этом? Территория до тротуара по Вильнюсской улице. Домовладение, Вильнюсской 3.1, по плану, земельную часть. У нас по плану идет, вот, бордюрные камеры разъединяют. Это наша, а та, остальная не наша. Приходите, приходите, послушайте. Значит, Геннадий Борисович, давайте... Вот это все надо, раз не поменять, нормально поставить машину. Я полагаю, что я, наверное, не первый раз здесь на этой неделе. Вот. Я планирую быть в субботу. Не знаю, как было по вашему графику. Если нет, тогда, соответственно, в третьей неделе. Значит, к этому вопросу мы возвращаемся. Что нас еще осталось? Что мы еще? Дорога, пожалуйста. Вот здесь все было газон, это вот искусственно сделали. Мы отстаивали, что здесь вот по дороге был газон, вот такой, как он и раньше был. Вы вопросы записывайте все эти. Да, да. Вот мы вернемся, вы их на освещение озвучиваете. И вот это, я думаю, можно убрать спокойно, в другое место. А куда вы хотите его? Куда вы его хотите предложить? Вы хотите его поставить на лицевую сторону? На лицевой стороне, на 10-м подъезде, на карманах. У нас только внутренний, никто против него слова не имеет. А здесь тащатся всего района. Вот стройка была, вся стройка через этот контрольный пошла. Стройка они свои заказывали, не надо. У вас здесь живет житель в 10-м подъезде, который меня посылает в одно место. Он привозит всю грязь туда, на газели. Вы знаете, он живет на первом этаже? У него газель своя, он где-то работает. Вы один раз это где-то озвучили, где-то, что ему сказали. Конечно, говорила. А как мне говорила? Я даже на этом самое. Лёх, ничего вы не говорили. Никто у нас не будет, вы выдумываете. Вы бросили его, вот и там стоял. И все жители спрадали. Вы продоночите все, в сентябре. А там тогда он под камерой стоит. Ни одна машина чужая не заезжает. Я предлагаю, ну, субботу, субботу, я сделаю контрольный обход субботу. На следующей неделе мы вернемся к другим вопросом, продолжим наши обходы. Ну, а вот они идут. Вот они, заплата. Смотрите, заплата на зарплате. Это считается, что-то сделали. Вот ее даже не видно, штыкоток, лопатый. Вот, вот. Не лопатый, а здесь этим сделали. Норматив такой. Сколько должно быть вот этот прогиб на 2 метра? Скажите, 3 сантиметра, 5 сантиметра? Если они приехали с техникой и сделали это. Ну, она стоит на капитальный ремонт на 2015-й год. Так, это поэтому отдельный вопрос. Да. Значит, по итогам нашего сегодня обхода вы делаете протокол, не на утверждение. Со всеми вопросами. Вот это вот, а что с этим, ну-ка, что здесь делали? Ну, здесь ничего не делали. Ждем, когда упадет. Да, вообще здесь ничего не делается. А без тепла останутся. Все приходили, все ее смотрели, все замеряли и поставили ее на капитальный ремонт на 2015-й год. Много опекации, никто к ней не делал. Я из-за меня делал. Никто к ней не делал. Вопросов, когда я, пожалуйста, внимательно посвящаю. Фэнь, Джафары, докладывайте, что подокол был поднят посвященную. Хорошо. Так. Да, пожалуйста. Все, к сожалению, влетаю. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова